Уважаемые товарищи, хочу сначала вас поздравить с прошедшим 100-летним Освобождение Приморья от белоградейцев и интервентов. В рамках этого для нас торжественного, для коммунистов, мероприятия мы проводим серию занятий, посвященных событиям по освобождению Приморья. Хотелось бы напомнить, что у нас вышла историческая газета, где ее можно в группах ВК, она, по-моему, выложена, на сайте выложена, да, есть. Так что любой желающий эту историческую газету может почитать. Она вышла как раз 27 октября 1922 года и посвящена освобождению Владивостока и Приморья от интервентов и белоградейцев. То есть, очень интересная газета, те желающие могут ее посмотреть. Вернемся непосредственно к докладу моему. Я приготовил небольшой доклад, так как считаю, что борьба за власть Совета Приморья проходила непосредственно не просто и легко, а приходила, в том числе, к сожалению, под воздействием белого террора. Многие современные авторы часто говорят про красный террор, но мало кто молчит и говорит про белый террор. И я нашел такую интересную книгу, один из белых пабликов мне порекомендовал, вот вышла такая книга, 21 октября, белый террор называется. Автор Илья Сергеевич Рытьковский. То есть, очень интересная книга, она посвящена вообще белому террору, полностью происходящему гражданскую войну в России, полностью. Конечно, она не охватывает прям все события 100%, потому что тогда она должна была гораздо толще быть, но в том числе у нее охватываются события, посвященные террору в Приморском крае и на Дальнем Востоке, которые творили белые. Согласно автору, который указывает, что белый террор в 100 раз превосходил так называемый красный террор, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, что сыграло основную роль, почему крестьяне и многие рабочие активно присоединяются к коммунистам, большевикам в борьбе за власть Совета. Именно это сыграло немалую роль. Именно та жестокость, которую проводили калчаковцы и другие белые генералы, и казачьи генералы, свои действия. За основу своего доклада я взял несколько работ. Как я уже сказал, это Белый террор, гражданская в России, 17-20 год, борьба за власть Совета в Приморье, сборник документов вышел в советское время, 50-е годы, а также партизанское движение в Приморье, 62-го года. Дополнительный источник стал сайт, посвященный Волочаевским дням. У нас есть сайт такой, есть даже музей, посвященный событиям сражения на Волочаевке. Первые известные известия о падении цилизма были получены на Дальнем Востоке 2-3 марта 17-го года. Местные предстоитие самодержавия очень долго отказывались извещать массы об этом. Однако слухи о свержении самодержавия распространялись посеместно и называли огромный революционный подъем среди рабочих садатских и крестьянских масс. Начало июля 1917 года большевики формируют Красную Гвардию в Владивостоке. Ее численность достигает до 10 тысяч человек. 8 ноября 1917 года, с ноября по декабре, советская власть устанавливается в Приморье. Первым представителем Владивостокского совета народных садатских депутатов стал Константин Суханов. Памятник, который у нас установлен на улице Суханова, Нелегово, Росгородской думы. Он был активным участником борьбы за власть Совета на Дальнем Востоке. К сожалению, был убит интервентами в 18-м году. Идром установленной советской власти стал Владивосток, в котором участвовали видные большевики Неебут, Суханов, Менников, Кушнарев, Никифоров. С множеством трудностей столкнулась молодая Советская Республика на Дальнем Востоке. С самого начала ее образования интервенты ни американцы, ни японцы, ни французы, ни англичане не признавали советскую власть. Советская власть, прямая одни из первых своих указов, установила рабочий контроль на производстве. Что с этим были не согласны многие местные видные купцы и предприниматели, пытаясь этому противостоять. К сожалению, после взятия власти с советами, не было до конца распущено местные думы и земства, чем воспользовались, к сожалению, в будущем силы контрреволюции. В первых числах января 18-го года Япония послала свои корабли к российским берегам. 12 января во Владивостокской бухте появился японский крейсер Ивами. Вслед за 14 января в бухту Золотого прибыли английский крейсер Суфолк. В 17 январе появился еще один и после кризиса Асахи. После получения донесений 7 апреля 1917 года, Вадим Ивич Ленин предупреждал Владивостокский совет о готовности к борьбе с возможными интервенциями. В этот период Владивостокский совет активно начал подготовку эвакуации грузов и ценных вещей, так как понимает, что интервенция в Владивосток было неизбежна. Чтобы привлечь к вторжению Японию в Владивостоке, было организовано провокационное убийство двух японских комиссатов. После этого, 5 апреля 1918 года, в Владивостоке высадились японские и английские войска, затем французские и американские войска. 6 июля 1918 года правительство США приняло решение об участии в американских русских сил в интервенции на Дании и Востоке. Вместе с тем, был разработан план совместной вторжения США и Японии на Дании и Востоке и Сибири. 29 июня 1918 года советская власть в Владивостоке пала. Оставшиеся большевики перешли в подполье. 15 июля 1918 года был извинен приказ о мобилизации населения на борьбу с интервентами и белогородельцами. Была разворота активная партизанская борьба в крае. Осенью 1918 года весь Дальний Восточный край был наведен иностранными и борьберейскими войсками. Общее число вооруженных сил только интервентов к началу 1919 года на Русском Дании и Востоке составляет более 150 тысяч человек. То есть это огромная масса интервентов, которые вели себя как завоеватели хозяйства на Дании и Востоке, разграбляя наши ресурсы и имущества, украли десятки, сотни миллионов золотых рублей с Дании и Востока, неся огромный ущерб рабочему движению и экономике Дании и Востока. Помимо всего прочего, на Дании и Востоке действовал казачий атаман Камыков, а также помогал белогвардейцам чехославские мятежники. По воспоминаниям американского генерала о Камыкове, писал следующее, Камыков был самым отъявленным негодяем, которого я когда-либо встречал. Там, где Семенов приказывал других убивать, то Камыков убивал своей собственной рукой. Кстати, об этом и полностью подробно рассказано в книге Ильи Сергея Чередковского «Белый террор». О Камыкове. Прям подробно есть отдельная голова, можно ее почитать. Проходите, товарищи, присаживайтесь, послушайте пока. В начале октября 2018 года в Николай Суцарийске Камыков разогнал городскую думу, арестовал ряд видных ее присоедителей, вскоре они были расстреляны. В ноябре 2018 года в Кабаровске Камыковцы казнили 21 человек. В момент прихода Квастникова ЧК и дали активное участие Камыковцы в боях не принимали, занимаясь в основном репрессией против местного населения Приморья и Хабаровске. Происходили расплавлены крестьянами. Так, по сообщению жен убитых мужей, 500 км от противостока зимой 2018 года насильственно были введены их мужья. Точное количество, к сожалению, установить невозможно. Но по итогу они были казнены Камыковцами. На попытке и протесте рабочих против репрессий и действия белогвардейцев вводились полевые суды и вводились массовые репрессии. Для борьбы с интервентами на территории края формируются партизанские отряды Сучанским, Олгинском, Николаево-Сурийском, Анучинском, Спасском, Манском и других районов. Базой партизанского движения встала на начало. На декабре 2018 года Олгинский и Сучанский район. Почему именно эти районы стали базами? Потому что, во-первых, Сучанский район был самый тяжело проходимый. И там сформировались из бывших фронтвейков много было. Были также видные большевики, которые организовали первое партизанское движение. Так как на тот момент в Одесовске городское отделение большевиков было в подборе и оказывалось только пассивную организацию помощи. 23 января 2019 года Белые преследовали партизан, заняли Гордеевку. Начали пытки местного населения. Взяли 9 стариков, чьи дети были в партизанских отрядах. По итогу их избили прикладами за отказ от лунички. Раздели и облили кипятком. Затем казнили. Из-за этих успешных действий зимой 2019 года партизанцы смогли отбросить Белых с Учанский район к селу Владимира Александровской. Белые в ярости заняли данное село. И начали творить репрессии против местных жителей. Начиная с февраля-марта 2019 года, начался подъем партизанского движения. Образовал он военно-полевой штаб Тютюнкинского рудника. Фактически в Логинском и Тютюнском районе были вне зоны советской власти. 4 марта ударный конный отряд при поддержке Кристианка Валерова, Серафимовки, Богополе, с боем взял город Ольгу. Затем была отбита попытка Корчавского вернуться в контроль назад. 27 марта, основываясь на приказе Колчака, В Владивостоке генерал-майор Иван Ринов издал указание активных деятелей большевизма, захваченных нашими отрядами, немедленно после военно-полевых садов расстрелят, а все имущество кафель сковали. Зараженных большевизмом в местностях брать заложник, и в случае терактов и убийств наших садов расстрелят до 10 заложников. Такой указ был издан, и он, кстати, тоже есть в этой книге, можно с ним ознакомиться, Белый Дюро. Прямо подробно более описан. 19 апреля 2019 года в подполье в Владивостоке состоялась Дальневосточная областная конференция. При решении конференции для помощи партизанам были организованы рабочие, направленные видные большевики ЛАЗО, Фадеев, Сибирцев. Также организованы рабочие из дайзавода портов железной дороги. 1 мая 2019 года на защите территории Оргинского района была восстановлена советская власть. В июне 2019 года на базе повстательских районов была сформирована революционная сила области. 3 июля американский и японский тренер заняли в партизанское село Казанка, где была сажена школа, 4 крестьянских дома, 3 сараи и 2 амбара. У разных крестьян было посещено 9 лошадей, 2 коровы и телеги. Расстреляно несколько крестьян. Вот интересный вопрос о действиях интервентов. У нас забывается говорить, что интервенты вели себя иногда не лучше, а еще и хуже самих белоградейцев, потому что тоже творили немелые репрессии против местных жителей. К лету 2019 года пламя партизанского движения охватило все прямое. Партизанные прямые существовали от смелых действий, особенно активно действовали партизанцы Сучанского района по командованию АЗО. Для борьбы с этими партизанскими отрядами был направлен отряд японцев. В результате длительного столкновения с партизанами отряду АЗО удалось отбить партизан и оставить за собой территорию Сучанского района. С лета 2019 года партизанские отряды действовали согласованным под руководством Временного радиационного штаба. Позже партизанские отряды стали переформироваться по премьеру Красной Армии. В сентябре 2019 года были сформированы подразделения по премьеру Красной Армии. Осенью с переменным успехом ввелись были на все территории края. 18 ноября 2019 года генералом Рязановым Белым было подавлено восстание чешского генерала Гайда в Владивостоке, которое было поддержано рабочими. Мы должны понимать, что среди чехослаков были также сторонники большевиков. Эти сторонники поддерживали и выступали за власть Советов. Они стремились помочь большевикам, а также стремились к тому, чтобы быстрее все-таки вернуться домой на родину. Что препятствовали, в первую очередь, именно интервенты и белогвардейцы, которым было выгодно нахождение этих чехослаковских корпусов на территории края и всей страны, потому что использовали их против борьбы с советской властью. Но те люди, которые понимали, кто их удерживает, кто им мешает, помогали большевикам, в том числе и подняли это восстание. К сожалению, восстание провалилось. И закончилось довольно-таки немалыми жертвами. Сто человек были погибли в бою, по итогам еще 400 человек были расстреляны, 1500 арестованы. Генерал Рязанов будет продолжать контролировать Владивосток до января 2020 года. В результате этого контроля, без всяких объяснений, будет убито до 600 человек. 10 января американские войска начали эвакуацию с премьерой, видя поражение Качака. Отступая 25 января 1920 года до Негорска, бандиты атамана Красинникова штыками закололи пленных большевиков. В результате там боев партизаны, к сожалению, попали в плен атаману несколько солдат, партизанских отрядов, в том числе и пулеметчики. И не проводя никаких судов, ничего, без следствия, белые, в том числе и атаман Красинникова, просто расстреляли их. Отступая 26 января, в отставшие солдаты и рабочие заняли Николай Сусуис. 31 января при поддержке партизан был освобожден Владивосток от войск, Качака в городе оставались только интервенты. 5 февраля 1920 года состоялось открытое собрание коммунистов Владивостока. На короткий период противостояния владивостокские коммунисты смогли выйти из-под поля и провести открытое свое собрание. К 1 апреля Владивосток покинул все интервенты, кроме японцев. Начала подготовка чрезвычайно следа трудящихся прямой, которую утвердила власть временно правительства Приморской земской управы. Но, к сожалению, интервенты помешали действию данной управы. И 3-5 апреля были убиты и ранены более 5000 человек по краю. Также был убит коммунист ВАЗО, сибирцев. Временно Приморская земская управа не смогла договориться с интервентами. И, по сути, власть продолжалась, основная оставаться в руках к сажению японских интервентов. 6 апреля 1920 года на съезде трудящихся при Бакаре, состоявшихся в городе Верх-Удинске, ныне Уланде, принята декларация об образовании Дальневосточной Республики. Цель создания республики была избежать столкновения советской власти с интервентами и дать возможность продолжать освобождать Приморский край и Дальневосток от интервенции. 2 марта. Временное правительство Приморской области земского права улучило японскому правительству ноту с требованием ввести войска. Японцу ноту проигнорировали. 14 мая. Советская власть признала ДВР. Интервенты в частности мешали объединять ДВР. Противоезд ДВР при поддержке интервентов в августе в Владивостоке была предпринята на неудачной конференции, которая повалилась. К осени 19-го года ДВР удалось отнести к интервентам. Цель этой конференции была организовать в кавычках законную власть Приморья, которая бы противостояла ДВР. Но это, как сказано было выше, идея полностью провалилась и не была продержана трудящейся Приморья. 28 октября было избранное временное правительство ДВР. В нее вошло Забайкальское, Амурское и Приморье. Коммунисты Владивостока начали массовый призыв молодежи в комсомол. А 10 ноября состоялся первый сельско-комсомол Приморья. То есть это очень важная дата, что в этом году, кстати, будет еще и 100 лет комсомола Приморья. Фактически. Подожди. А, 102-й год, по правилу мне. 102-я годовщина со дня образования комсомола Приморья. Потому что молодежь активно участвовала в партизанских отрядах и помогала в борьбе против интервертов и белогвардейцев. 20 декабря 1920 года коммунисты и Приморья начали активный призыв к участию выборов. Было объявлено, что будут честные выборы, в кавычках, которые примется решение о судьбе Приморья. 9 января состоялась выбор учредительного собрания ДВР. После формирования предистов власть из ДВР потребовала вывести остатки интервентов. Весной 21-го года остатки белых предпринимали неоднократные попытки поднять мятеж, но им не удавалось. Но 26 января 21-го года белогвардейцы свергли приморское земское предистов и установили власть из строителей так называемых бюро нестатистических организаций в обвес с монархистами и спекулянтами братьями Меркулой, которые пытались создать так называемый черный буфер противовес до Невосточной Республики. В результате их правления начался новый виток террора, соображавшийся массовым разграблением народного достояния. Примерно такого грабежа является так называемая продажа японцам семи русских миноносцев всего за 40 тысяч йен. Сами понимаете, что семь миноносцев это огромные грабли, которые никак не могут стоить такие смешные деньги. Интервенты и белогвардейцы за время Меркулой скачетуры расхитили народное достояние на сотни миллионов золотых рублей. В дальнейшем ситуации действия белых улучшало положение партизан прямой и войск ДНР в целом. К сожалению, к осени, зиме 1921 года белые взяли кабар. Причины тут несколько. Во-первых, стратегические просчеты командования ДВР и чисто человеческий фактор, так как многие большевики и видные командиры были отозваны в Читу. К концу осени 1921 года, зимой 1922 года, учитывая сложную обстановку войск, народно-давинационная армия ДВР было усилийно подопранировать Хабаровску и началась подготовка к контрнаступлению. При этом партизанские отряды Приморья совершили реорганизацию и активно принимали участие на борьбу с интервентами белогвардейцами. Отрядами по 4-5 человек они усиленно мешали снабжению войск белых оказывать тем самым мощь наступающих силам ДВР. 5 февраля 1922 года части НРА под командой Василия Бнюхера пришли к наступлению и добросово передали части противника вышли к препрайону. 14 февраля НРА заняла Хабаровск. 22 марта решением ДВР было образован Народно-радиционный комитет Приморской области, который 30 марта обратился к воззванию к трудящейся прямой о вооруженной борьбе с остатками белых прямой. Стараясь с последних сил удержать белые войска под командой Дитрихса объявили о мобилизации. Попытка насильственной мобилизации на сене прямой белой была провалена. Остатки белых понимают, что у них не хватает сил и ресурсов, стараясь в частности нагнать свои войска крестьян и рабочих, но всяческая попытка насильственного призыва, как было уже сказано, провалилась, так как рабочие понимают, что власть принадлежит советской и будет сражаться только за советскую власть. Насильственные они бросали оружие либо разбегались. Попытки репрессий и расстрелов не помогли сохранить дисциплину в таких войсках. И этом 21-го года началась окончательная руководность из Приморья Интеллиентов. 4-го по 25-го октября 22-го года было чисто на Приморской операции последняя крупная операция Гражданской войны. Войска НР, НРА под командованием Боревича и Татарской октября вышли к Владивостоку. Здесь еще находились до 20 тысяч японских военных служб. 24-го октября японской команде было вынуждено заключить соглашение с полиции СНДР о выводе своих войск из здания Востока. 25-го октября часть НР, НРА и партизаны вступили в Владивосток. Остаки и Белорусский войск эвакуировали за границу. 15-го ноября 22-го года ДВР вошел в состав РСФСР. Нужно отметить, что за годы борьбы Владивостокское подполье всячески оказывало помощь партизанам в крае. Туда направлялись, как уже было сказано, рабочие Дальнего Востока, портов, железные дороги. Активно оказывались снабжением вооружением и техникой по возможности этих партизанских отрядов. Направлялись командиры, которые также в Владивостоке был дать завод депо Переворечки Порт. Самое главное, 19-го года за 6 дней до освобождения Владивостокское подполье организовало запастовку рабочих, что деорганизовало остатки белых интервентов в Владивостоке и позволило с наименьшими потерями силу НРА подойти к Владивостоку. Так закончилось освобождение Владивостока и установление советской власти. По данным случаям, я уже сказал, что по итогам, когда Владивосток окончательно перешел в руки до неосточной республики и силу НРА было включено соответственно газету «Красное знамя», посвященное этим событиям, где описывается полностью происходящее. Что еще хочется добавить, что мы должны понимать, что современные авторы, как уже было сказано, мало говорят про белый террор. Они все больше совались на красный террор. Но по факту и факты и документы все указывают на то, что белый террор был. И он был гораздо жестче, гораздо более зверский, чем так называемый красный террор. Конечно, это никак не отвечает, что не было красного террора. Да, он был, направлен в первую очередь против классовых врагов. Это против кулаков, против промышленников. Те, кто своими средствами и силами мешают в становлении советской власти, помогая тем самым продлить агонию белого движения и гражданской войны. Были также территории, мы должны понимать, что не все Приморья было в этот период единое противоразвитие. Оставались у нас территории, где были заседаны старыми крестьянами, которые переехали еще давно Приморский край, где были более, так сказать, лучшие пахотные земли, где крестьяне, к сожалению, за имея эти хорошие пахотные земли, оказывали помощь в том числе и белым. Таких земель было у нас немного Приморья, таких крестьян тоже не было, это были единицы. Многие из этих земель, где это происходило, заявляли о своем нейтралитете, но по факту это был лицемерный нейтралитет. Они под видом нейтралитета отказывались помогать партизанам, но активно помогали белым и всячески мешали партизанскому движению противостоять интервентам. Но по итогу это не остановило партизанские движения, которые активно боролись и Приморья, несмотря на все репрессии, на все жестокость, которые столкнулись против них, оказали поддержку и боролись до конца, чтобы освободить Приморья и установить советскую власть в крае на Данию-Востоке. Ботов ответить? Вот такой интересный вопрос по поводу забастовки, которая была организована перед входом в революционную народную революционную армию Новгородства. Казалось бы, интервенты, которые всех стреляют налево и направо, белое движение, которое тоже не стесняется применять террор, а тем не менее, несмотря на опасность жизни, рабочие устраивают забастовку и она проходит очень даже успешно. Более того, если почитать все воспоминания белого движения, там везде идет запоминание, что они вынуждены были считаться все время с рабочими, которые, не дай бог, начнут забастовку и сорвут доставку по железной дороге, ремонт судов и тому подобное. Почему тогда рабочие не боялись такого тела, и сейчас боятся? Наверное, рабочие понимали, что если они будут молчать, то еще больше будет против них применяться репрессии. И у них тут, наверное, сама жизнь, сама суть их толкала в советскую власть и понимание, что они должны бороться и оставить. Если они этого не будут делать, они только ухудшат свое положение и еще больше их товарищей, так сказать, пострадает от этих репрессий. И это просто жизненная была необходимость для них. Сама жизнь их толкала на эти действия. Потому что не было у них другого варианта. Потому что они видели, что, опять же, я начал с того, что именно сами действия белых, колчаковцев и иных интервентов и белоградейцев толкнула в сторону советской власти большевиков крестьян Сибири и Дальнего Востока. Ведь многие из них не поддерживали советскую власть изначально. Потому что здесь был совсем другой класс и ситуация у крестьян, у рабочих еще более-менее как-то было схоже с центральной Россией. Но здесь крестьяне были более зажиточными местами. Но именно их действия, действия этих белоградейцев в интервале привод к тому, что репрессии. Крестьяне поняли и рабочие, что надо вставать на сторону советской власти. Это единственная законная и реальная их власть, которая будет их защищать интересы. Что они видели, что ни белоградейцы, ни интервенты их интересы защищать не хотят. Они видели, что интервенты в первую очередь стремились к тому, чтобы как можно ресурсов вывести, разграбить и поживиться. Мы же знаем, кстати, вышло много из советских фильмов посвященных тех событий. Есть некоторые современные фильмы, тоже можно посмотреть, в которых рассказывается о тех событиях. Особенно рабочие активно были действовали именно для завода, портов и железной дороги, потому что, во-первых, это были крупные организации на тот момент, а во-вторых, они были связующим логистическим звеном, потому что через железную дорогу и порты вывозили все ресурсы из России, из советской России интервентами, и также завозились новые. Они всячески этому препятствовали. Всячески занимались тем, что даже подрывали поезда, как-то их ломали, даже вот когда были информации о том, что будут интервенты, многие работники, деплой и прочее, все, что возможно было, все, какое было имущество, в интересах советской власти вывозили на территорию края, чтобы его сохранить, чтобы оно не досталось ни белоградейцев, ни интервентов. Благодаря тому, что это было сделано, в том числе благодаря железнодорожникам, партизаны смогли получить на первом этапе и оружие, и какое-то худо-бедное стабжение и как-то худо-бедное наладить даже экономику. Хотя, можно сказать, что вот Огинские, Сучанские районы, где были сильные протезантские движения, они пытались наладить свою какую-то автономную экономику, пытались. Но у них не всегда это уже не получалось, потому что не было у них связи, у них много не хватало, у них там была очень слабо развита промышленность. Если бы не помощь подпойного деяния коммунистов, то они бы не смогли получить дополнительное обмундирование оружия, боеприпасы, потому что там был очень слабо развита промышленность, там был чисто сельско-оберездастов район, и этого не было. Самое главное, что здесь можно отметить, еще очень важный аспект, в Владивостоке были не только коммунисты, но и находились так называемые анархисты. Они тоже были в Владивостоке, они тоже приняли участие, стремились принять участие в борьбе с интервентом. Но, самое интересное, что когда они прибыли эволюционный штаб Сучанского района, их захотели сказать, что мы готовы к вам присоединиться, но мы не хотим вам подчиняться, мы будем действовать самым это, нам не нужна никакая дисциплина, ничего не надо. Коммунисты, возглавляющие этот штаб, полностью им отказали, потому что нужна была строгая дисциплина, если вы хотели бы сохранить протезанские отряды и победить, а вот эти анархистские отряды, к сожалению, не захотели подчиняться дисциплине. Хотя, не меньше 100 человек примерно прибыл с Владивостока, которые хотели принимать участие в протезанской долге, но им было отказано. Это показатель того, что партизанские отряды строго следуют дисциплине, потому что они понимают, что если не будет дисциплины, не будет выполнения приказов, они проиграют, особенно в этой сложной для них ситуации, когда противник превосходит их число и искажение техникам. Так, ну что-то у нас в чате сегодня вопросиков нету, полчаса уже отвечаем, будем загрузить. Давай еще расскажу. Я просто еще раз рекомендую, очень интересная книга, правда, к сожалению, в свободном доступе ее нет, но очень почитайте. Тут прям документы исторические, ссылки, материалы, приказы все, в том числе белых генералов. Прямо события описывают полностью в России, потому что таких как бы современных авторов, ну их почти нету на самом деле. Я сам случайно наткнулся на эту книгу в каком-то из левых пабликах рассказывать о них. Поэтому рекомендую почитать, очень интересно, особенно будет популярно в споре с теми, кто утверждает, что у нас будет только красный террор, никакого белого не было, это все юзи. Тут прям есть документы, прям хроника, события, все прям по дону, расскажут. Что творилось на Кавказе, что творилось на Украине, что творилось в Центральной России, какие зверства производились, как происходило событие. тут, наверное, для Третьевосточников очень полезно. Да, тут есть. Про Атамана Семенова все более-менее еще хотя бы слышали, а про Колмуркова вообще... Тут есть отдельная голова, опять же, про Колчака, есть отдельная голова, есть отдельная про Калмыкова, у сирийских Атаман Калмыков, прям отдельная голова его посвященная рассказывается. Понятное дело, что книга не охватывает прям очень большой, широкий спектр, что тогда она должна быть гораздо бы толще. Но она охватывает основные события и показывает, так сказать, истинное лицо белого движения, которое сегодня она пытается закрыть. У нас ставятся памятники, памятники Доски Колчаку, там где-то памяти Краснова поставили, пытаются примирить с ними, но мы видим, что примирение это невозможно по факту. Те звезды, которые они творили, никуда не делись. И нельзя оценить человека за прошлые заслуги. Главное, я считаю, чем он закончил. Да, возможно, где-то он какие-то достижения сделал в прошлом. Но по итогу это не отменяет того, что он участвовал в этих зверствах и отдавал приказы эти зверства участвовать. Не только отдавал, но еще и сам принимал лично в этих зверствах уничтожение собственных зачечественников на стороне, в том числе интервентов. и отменяю, но и все, и все, Продолжение следует...